Всем привет, дорогие мои подписчики! Я сейчас нахожусь в отеле Rue La Mer. Наконец-то я добралась до этого отеля. Отель был открыт буквально три недели тому назад. Я очень хотела посмотреть этот отель, потому что здесь есть свой собственный пляж и здесь есть свой собственный бассейн. И находится этот отель прямо на пляже La Mer, на шикарном пляже в Дубае, который был открыт совершенно недавно. Вот, и вот так вот выглядит этот отель. Я так думаю, что за моей спиной вы видите. Отель новый, сейчас сработала пожарная сигнализация, то есть отель до сих пор проверяет. И поэтому я сейчас сижу и жду, когда же мне наконец-то покажут номера в этом отеле. Ну, недорогой отель, все уютненько, чистенько, со вкусом. Ну, а территорию пляжа и территорию бассейна я вам покажу чуть позже. Смотрите, отель Rue La Mer находится прямо на пляже La Mer, но здесь есть отдельная территория с бесплатными лежаками, с бесплатными зонтиками, которыми могут пользоваться гости этого отеля. То есть вот такая вот небольшая отдельная территория на пляже La Mer, только для гостей отеля Rue La Mer. Ну, и полотенца здесь тоже выдаются абсолютно бесплатно. И 20% скидки получают гости отеля Rue La Mer на все рестораны, которые находятся на пляже La Mer. А вот там вот чуть дальше вы видите водный парк Лагуна. Вот он, видите, водные горки. Это водный парк Лагуна. Но я туда чуть позже подойду поближе. Даже здесь стоят вот такие вот гамаки, тоже для гостей отеля Rue La Mer. Ну, то есть все для гостей. А бассейн находится чуть выше. Вот здесь чуть выше находится бассейн этого отеля. Сейчас я вам его тоже покажу. Ну, и вот он сам отель Rue La Mer. А вот так вот выглядит кофешоп в этом отеле. Есть территория на улице тоже. То есть можно посидеть внутри. Можно посидеть на улице. И вот так вот выглядит сам холл отеля Rue La Mer. Ну, вы знаете, я хочу вам сказать, что здесь достаточно уютно. Огромные панорамные окна в холле отеля. То есть можно посидеть за ноутбуком. Можно почитать книгу. Ну, то есть действительно здесь очень уютный такой. И самое главное, недорогой отель. Ну, интересно написаны номера. То есть видите, написано La Mer, потом написано DXB, то есть Дубай. И номер 537, например. В общем, вот так вот на всех номерах в этом отеле. Интересно. Вот DXB 536. DXB 535. Так, ну вот мы зашли в номер в отеле La Mer. Rue La Mer. И смотрите, как здесь все выглядит. То есть вот такая вот ванна. Она достаточно небольшая. И здесь только душевая кабинка. Но зато есть вся косметика нужная. Хочу вам сказать, что размер, размер ванны небольшой. Но тем не менее, как бы, поэтому и отель бюджетный, недорогой. И вот так вот выглядит номер. То есть в номере 26 квадратных метров. То есть вот такой вот номер. Полотенце здесь есть. Вот так вот выглядит кровать. И здесь есть еще, ну как типа балкона. Но это совсем маленький балкон, хочу я вам сказать. Зато с видом на пляж La Mer. То есть балкон вы можете открыть. И посмотрите, какой отсюда открывается роскошный вид. Вид открывается прямо на пляж La Mer. Вид открывается на все высотные дубайские небоскребы. Ну то есть вот такая вот роскошная панорама открывается с маленького балкона в отеле Rof La Mer. Хочу я вам сказать, что здесь такой стиль минимализма. То есть как бы все есть в номере, но сам номер небольшой. То есть плазменный телевизор здесь тоже есть. Сейф здесь тоже есть. Вот кровать. Здесь же вот есть чайничек, водичка. Ну то есть вот такой вот аккуратный минимализм, я бы так сказала. И бюджетный минимализм. Ребят, смотрите, мини-бара здесь нет. Здесь есть просто холодильник, где вы можете хранить ваши напитки, где вы можете, соответственно, хранить ваши продукты. То есть небольшой вот такой вот холодильник. Ну а вот там вот дальше уже стоит сейф. Ну а сейчас мы заходим в другой номер. Здесь уже вид не на море, здесь уже вид на город. Ну то есть такой же небольшой туалет. То есть здесь тоже душевая кабинка только есть. Вот. И сейчас я уже прохожу дальше в сам номер. Вот так вот выглядит номер. Опять сработала пожарная сигнализация у нас тут. В общем, чайничек, водичка. Вот такие вот отдельные кровати. То есть у вас может быть большая кровать в номере. Могут быть две отдельные кровати. Тоже сейф здесь. Холодильник. Плазма сзади меня прямо. Зеркало небольшое. И такой же вот небольшой совершенно балкон. И посмотрите, какой отсюда вид. Но отсюда вид тоже неплохой. То есть отсюда вид открывается на башню Бурж-Халифа. И на все высотные дубайские небоскребы. И, конечно же, на улицу Джумейра. Ну, панорама тоже роскошная, я бы так сказала. То есть те, кому нравится смотреть на небоскребы, это вот как раз-таки тот самый вид. Сейчас балкончик открыли. Я выхожу на балкон и показываю вам, какой отсюда открывается вид. То есть все абсолютно дубайские небоскребы у вас как будто на ладони. Вот они. То есть, смотрите, все номера в этом отеле стандартные. Все номера по 26 квадратных метров. Просто разный вид. Либо вид на город, на небоскребы, либо вид, соответственно, на пляж. То есть на море. Ну, а так, в принципе, в номерах все одинаково. То есть плазменный телевизор, небольшое зеркальце, чайничек. Значит, где можно кипятить воду для кофе. Кофе, чай тоже бесплатно здесь. Холодильник и сейф. Ну, и раздельная кровать, либо большая кровать. Смотрите, вот здесь вот находится тренажерный зал. Тренажерный зал открыт 24 часа в сутки. То есть в любое удобное время вы можете заниматься. Смотрите, какая тут есть интересная вещь. То есть вот это вот называется селф-ландри. То есть когда вы сами стираете одежду. Ну, в общем, как в Соединенных Штатах. То есть вот вы засовываете сюда 50 архамчиков. Получаете 5 токенов. То есть как бы таких пластиковых монет. И потом вы подходите. В смысле, какие прищепки здесь интересные. Потом вы подходите вот к этим стиральным машинам. То есть стиральную машинку нужно положить 3 токена. Вот. И засунуть одежду столько, сколько влезет. То есть, а влезет здесь достаточно много. То есть больше 10 литров. В общем, огромная. Огромная вот такая стиральная машинка. А потом вы опускаете еще 2 токена. И перекладываете все вот сюда вот в эту коробочку. И у вас здесь все просто-напросто сушится. То есть внизу машинка, сверху сушилка. Вот так. Смотрите. Вот допустим, если вы улетаете вечером, а вы езжаете из отеля в 12 часов, у вас есть вот такие вот шкафчики, где вы можете оставить ваши вещи. То есть обычно в отелях оставляют их где-нибудь в складе все вместе. А здесь у вас как бы отдельные вот такие вот ящички, где вы оставляете свои вещи, закрываете их. И, соответственно, гуляете до вечера, пока у вас не будет автобуса в аэропорт. Посмотрите, вот здесь вот находится ресторанчик отеля Рофф. Он только один. В этом отеле называется он The Daily. И вот так вот он выглядит. Основная идея этого отеля это то, что вы находитесь как у себя дома. То есть вы все делаете самостоятельно, но при этом вы находитесь в отеле в Арабских Эмиратах. Ну, в общем, вот так вот здесь все выглядит. Сейчас еще посмотрю, что здесь есть в ресторане. На улице в кофешопе в отеле Рофф. Честно, надо сказать, что кофе здесь стоит, как и во всех отелях, 20 тархамов капучино. То есть, в принципе, недешево. Я посмотрела меню ресторана, тоже цены достаточно высокие. Еще что мне не очень понравилось в этом отеле, мне показалось, что номера все-таки очень маленькие. Но если это вас не смущает, то отель очень бюджетный, потому что номера в этом отеле стоят вот на сегодняшний момент, так скажем, да, всего лишь 120 долларов. То есть номера действительно очень бюджетные. И у вас есть свой собственный кусочек пляжа, и у вас есть свой собственный бассейн. Ну, и вы можете гулять по всем ресторанам, которые находятся здесь, на пляже Л'Амер. Ну, а пляж Л'Амер я вам покажу чуть позже. Решила я сегодня по нему тоже прогуляться, потому что я уже все равно здесь оказалась. В общем, кофе подают вот в таких вот кружках. Все очень по-простому здесь, по-домашнему. А сейчас я решила немножко прогуляться по пляжу Л'Амер. А почему бы и не прогуляться? Погода сегодня отличная, не жарко. Ну, и, как говорится, гуляют все. В ресторанчиках уже с утра сидят люди, пьют кофе, обедают. Ну, как с утра? Сейчас уже у нас 12-30 дня. Поэтому народ, конечно, на пляже Л'Амер есть. Ну, а сейчас уже уберу свое лицо с экрана и буду вам показывать интересные ресторанчики, которые находятся здесь. В общем, вот такой вот интересный район. Пляж Л'Амер. Сейчас подойду к воде, вообще посмотрю, кто-то купается сегодня или нет. Ну, а потом уже буду вам показывать все ресторанчики, которые здесь есть. Да, вы знаете, люди купаются даже. Можете себе представить? Несмотря на то, что как бы прохладно все-таки в Арабских Эмиратах. Но туристы здесь есть на пляже. И люди купаются. Мало, правда, купаются. Больше загорают. Но, тем не менее. Ну, в общем, смотрите, один лежак и один зонтик стоит 100 дархамов. То есть 27 долларов, но на целый день. И целый день вы можете вот так вот здесь загорать. А душевые кабинки, туалеты, конечно, здесь тоже есть. Где я люблю гулять в Дубае? Конечно, на пляже Л'Амер. Это новое место в Дубае. Пляж был открыт в 2018 году. Как вы представляете себе обычный пляж? Полоса песка около моря, на которой на расстоянии вытянутой руки лежат люди на полотенцах. Такие городские пляжи в Дубае есть. Но это не Л'Амер. Л'Амер – это не просто пляж. Квартал Л'Амер – это многофункциональный комплекс, где каждый сможет найти себе развлечение по вкусу. Он делится на четыре условные зоны – пляжную, развлекательную, центральную, северные и южные острова. Здесь можно плавать и загорать, а можно чинно прогуливаться по зеленым бульварам или попивать капучино в кафешке с видом на пляж. Туристы обычно переживают, что в Объединенных Арабских Эмиратах сухой закон. На пляже Л'Амер много баров и ресторанов со спиртными напитками и вкусной едой. Здесь есть собственный аквапарк «Лагуна» и игровая площадка для детей с надувными платформами в виде дюн «Хава-Хава». Вход на пляж бесплатный, но за билет в аквапарк лежаки и зонтики на пляже и снаряжение для водных видов спорта нужно будет заплатить. «Лагуна» оборудован душевыми кабинками, раздевалками и туалетами. На всей территории пляжа есть бесплатный Wi-Fi. Это один из лучших пляжно-развлекательных комплексов в Дубае. Л'Амер стал не только популярным местом отдыха и развлечений, но и центром притяжения для инстаграм-блогеров, которых привлекает обилие представленного здесь стрит-арта. Особенной популярностью пользуются селфи на фоне арабских граффити вроде «Яла Хабиби» или «Алло Кифак». Редактор субтитров А.Семкин Ну и вот он, водный парк «Лагуна». Я, честно говоря, здесь ни разу не была, потому что аттракциончиков здесь гораздо меньше, допустим, чем в Альтваде или в аквапарке, который находится в Абудабе на острове Яс. Яс Водерворд. Но, тем не менее, многие посещают и этот тоже водный парк. Здравствуйте! В общем, вот такая вот здесь красота. На пляже Ля Мер. Национальный флаг здесь тоже есть. И отсюда открывается роскошный вид на все высотные дубайские небоскребы и на башню Бурдж-Халифа. Водные виды спорта здесь тоже есть. Все это здесь можно приобрести. Ну а вот он стоит, отельчик Рофф Ля Мер, прямо напротив меня сейчас. Пошла в очень красивую террасу в ресторане Апранс. В основном они подают морепродукты. И здесь можно сидеть на террасе на втором этаже. Алкоголь здесь тоже есть. И любоваться вот такой вот роскошной панорамой. Пляжа Ля Мер. Вот выглядит сам ресторанчик. Ну вы знаете, достаточно так уютно, красиво. Мне понравилось. Я бы сказала, наверное, один из лучших ресторанов вот здесь вот на пляже Ля Мер. Интересный дизайн. На всей территории пляжа Ля Мер есть бесплатный Wi-Fi. Это один из лучших пляжно-развлекательных комплексов в Дубае. И именно с пляжа Ля Мер вы можете сфотографировать все небоскребы Дубая и самое высокое здание в мире – башню Бурдж-Халифа. 828 метров. Поэтому я и люблю здесь гулять. Фото получается просто великолепное. А вы знали о пляже Ля Мер в Дубае? Уже побывали на этом пляже? Еще заехала на пляж Кайт-Бич, потому что нахожусь я здесь недалеко от этого пляжа. Но вы знаете, не к главному входу, а вот чуть подальше, где находится вот эта вот дорожка, по которой можно бегать и ходить. И посмотрите, какая здесь роскошная, красивая вилла. Я прям, вы знаете, даже остановилась просто для того, чтобы сфотографировать вот это вот монументальное здание и показать вам его на видео. Насколько я понимаю, это просто обычная вилла. Но посмотрите, какой дизайн. То есть выглядит, как настоящий музей. И смотрит эта вилла, как вы понимаете, прямо на башне. Бурж-Халифа. Посмотрите, какая красота. Я сейчас нахожусь в отеле Four Seasons в Дубае. И здесь до сих пор еще все украшения к Новому году остались. То есть везде убрали. А здесь все еще елочки и снеговички стоят. И, кстати говоря, подарки лежат. Вот я думаю, может быть, парочку подарков утащить отсюда. Вот здесь вот находится кофешок в этом отеле. И вот такие вот здесь стоят красивые чизкеки и тортики. Вот такая вот красота. Да, и везде елки, елки, елки. Вот видите, как красиво здесь елочку сделали. Просто восторг. Невероятно. Приветик, дорогие мои. Я приехала прямо на Дубайский канал к мосту Толерантности. Потому что сегодня я решила показать вам этот мост и шикарную панораму, которая открывается с него. Так что сейчас я нахожусь на набережной Дубайского канала. А я уже пойду взбираться на мост Толерантности. Вот он прямо сзади меня сейчас находится. Понимаю, прямо рядом с набережной Дубайского канала строится жилой район. Но пока еще все в процессе строительства. Но, конечно же, с балконов этих квартир будет открываться шикарная панорама Дубайского залива. Вот красивые яхточки проплывают здесь, по Дубайскому заливу. Ну и вот здесь, прямо перед мостом Толерантности, находится остановка водного транспорта. Называется она Альвасл Марина Транспорт Стейшн. В общем, вот так вот. Хочу вам сказать, что это не так просто, как кажется. То есть ноги у меня уже немножко подустали. Но зато я представляю, какая панорама открывается отсюда. Конечно, пока здесь еще идет грандиозная стройка слева и справа. Но со временем здесь будет очень красиво. Все вертолеты тут пролетают вовсю. Сейчас стою на мосту Толерантности. Маску сняла, потому что все равно вокруг меня никого здесь нет. Люди не особо любят ползать по мостам, насколько я понимаю. Вот поэтому вы меня видите без маски. Ну, пока еще здесь грандиозная стройка. Но я так думаю, что если я сюда вернусь года через 3-4, то уже все будет совершенно по-другому. Причем на мосту Толерантности есть отдельная велосипедная дорожка. Просто несметное количество чаек. Эх, не повезло мне снова ребята. Выгнали меня с моста Толерантности, потому что здесь профессиональный фотограф делает профессиональные съемки. Причем люди за это заплатили достаточно большие деньги. Вот поэтому я спокойненько иду снова вниз. Ну, погуляла немножко по мосту и хватит, как говорится. Вот, ну, зачем мешать людям, тем более, что они заплатили действительно большие деньги за эту съемку. Поэтому, возможно, я сюда вернусь с туристами как-нибудь позже. Если вам понравилось это видео, дорогие мои, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами была Елена Шарова из Эмирата Дубай. Всем пока-пока, всем хорошего дня и отличного настроения. Субтитры подогнал «Симон»